Привет YouTube, привет подписчикам и зрителям канала Technics Reviews. Сегодня необычный обзор, собственно это наверное новая такая серия обзоров. Это военное снаряжение. Сегодня рассматриваем кит-набор, индивидуальный набор инструмента войсковой. И это набор, который применяется в действующей армии Соединенных Штатов. Такой набор позволяет, он очень функциональный, то есть это набор оборудования инструментов, который позволяет выполнять очень много работ. Ну, начнем с общего устройства набора. То есть вот он набор, имеет крепление на подвеску системы MOLLE. Набор Гербер, made in USA, то есть понятно изготовленный в Соединенных Штатах, фирма Гербер. И мы видим, что сюда входит. Ну, во-первых, открывается по назначению, то есть если нужен только фонарь, открывается только фонарь. Вот, достаем фонарь. То есть я буду сразу показывать устройство и то, что это из себя представляет. Значит фонарь, также Гербер, имеет свой артикул. Показано, что включение может осуществляться только при до конца закрученной крышке батарейного отсека. Имеет небольшую, но очень жесткую клипсу. Ну, вероятно, фирма Гербер ее испытала. И показана установка цветных фильтров поворотом головки. Модификация фонаря или модель фонаря Recon M2. Вот, и здесь указаны те режимы, на которые он включается. Сейчас я произведу зарядку, то есть вставлю сюда элементы питания. Ну, еще я скажу, что фонарь работает на 123 элементах питания. Это вот такие элементы питания. 123 элемент питания. Устанавливается фонарь, два элемента питания. И закрываем. Ну, следует также сказать, что здесь вот установлены резиновые кольца. Там также внутри установлено в крышке резиновое кольцо. То есть, вот эта крышечка закручивается с таким натягом супругим. То есть, чувствуется, что идет по резине. И, значит, если не докрутить крышку и попытаться включить, фонарь не включается. То есть, то, что указано здесь. Нужно крышку докрутить до упора. И теперь фонарь должен включиться. Да, вот. То есть, данное положение. Фонарь выключен. Вот метка. Фонарь выключен. Первое положение. Red. Фонарь светит через красный светофильтр. Следующее положение. White. Белый свет. То есть, это обычный, просто белый свет. И последнее. Это зеленый. Зеленый свет. Он маловидимый в темноте. Но он хорошо подсвечивает видимость для прибора в ночном видении. Поэтому в этом фонаре присутствует такой зеленый светофильтр. Вот. Выключаю фонарь. Упаковываю на место. И переходим. Я фонарь сразу закрываю. Переходим к следующему инструменту. Значит, вот здесь находится посрединке еще один инструмент. Это набор инструментов для обслуживания оружия. Что он собой представляет? Он собой представляет вот такой ключик. Далее. Вот такая разверточка. Еще ключ. Щетка. Это щеточка. Вот. Дальше. Отверточка. Плоская. И крючок. Проволочный крючок. Инструменты все фиксируются вот этими замками. То есть, так инструменты сложить нельзя. Только оттянул замок, можно сложить инструменты. То есть, вот замок зафиксирован. Оттягиваем. Инструмент складывается. Отпускаем. Инструмент не складывается. Опять оттягиваем замок. Складываем инструменты. То есть, вот таким вот образом работает комплект инструментов. Здесь также указано Гербер. То есть, фирма изготовителя. И указан номер, под которым идет этот комплект инструментов. Это НСН НСН Номер 51-20-01-578-48-88. Идем дальше. Это комплект инструмента для обслуживания индивидуального оружия. Следующий в наборе имеем мультитул. Мультитул. Имеем в наборе вот такой мультитул. Мультитул традиционный Гербер. Я имею ввиду конструкция традиционная. Гербер USA. Линейка сантиметровая. С другой стороны линейка дюймовая. Дальше. Открываем плоскогубцы. Плоскогубцы многофункциональные. То есть это во-первых плоскогубцы имеют не широкие губки. Они имеют также захват пассатижи. Плоскогубцы пассатижи и кусачки со сменными поворотными пластинами. Кроме того на пластинах имеется ну я не знаю будет видно или нет имеются вырезы полукруглые вот в одном из положений. То есть для возможности зачистки изоляции. Или для более удобного перекусывания скажем провода. Кроме того есть зажим для круглых деталей. Вот он. Или для обжима электрических наконечников на проводах можно использовать вот этот инструмент. Далее. так, и смотрим какие еще инструменты. То есть вот с одной стороны представлено серрейторное лезвие. Следующий инструмент это подвесная петелька, то есть для того, чтобы данный инструмент можно было просто на темлячок или на карабин подвесить. Следующий инструмент это крестовая отвертка. Вот консерву. Такая же конструкция как у Victorinox почти. У Victorinox еще здесь отверточка есть. А в общем-то похоже на конструкцию Victorinox. Лезвие фиксируется, то есть замочек используется для того, чтобы отпустить инструмент, расфиксировать. На другой стороне находится обычное лезвие. Заточка очень агрессивная, хорошая. Чувствуется качество заточки. Далее отверточка плоская, которая совмещена с пивной открывашкой. Следующий инструмент это это плоская отверточка большего размера. Далее. И плоская отверточка самого маленького размера. Последний инструмент это напильник. Напильник имеет с одной стороны двойную насечку диагональную более крупным зубом. С другой стороны в одну насечку более мелким зубом. То есть вот такой комплект. Для того, чтобы сложить инструменты, нужно замочек оттянуть. Вот. Тогда инструменты складываются. лезвия. Что лично мне не нравится у гербера это расположение лезвия. То есть вот в таком положении работает. Если нужно к столу подрезать, то только через край стола. То есть никак нельзя резать. Если бы оно было развернуто в другую сторону, вот так вот, можно было бы резать сколько угодно. то есть вот это тот минус, который я не люблю у инструментов гербер. У мультитулов. То есть это уже не первый мультитул, который я показываю герберовский. Но вот это я считаю большим недостатком. Вот. Упакуем. Вот. Это часть набора индивидуальных инструментов военнослужащего. Вторая часть находится вот в пакетике отдельно. И это не случайно. То есть она имеет во-первых собственное крепление. То есть вот имеются устройства для крепления. То есть это все может быть закреплено и подвешено вот на клипсу, на пояс, на систему моли, как угодно. То есть вот есть элементы крепления. Почему этот инструмент не входит в общую сумку или подсумок, в котором находятся другие инструменты? Потому что это наиболее оперативный инструмент. Это стропорез. Вот он. и стропорез даже тоже гербер. Во-первых, он имеет стеклобой. Вот это стеклобой. А с этой стороны он имеет очень агрессивный стропорез. То есть этот стропорез рассчитан на то, что он может резать не только веревку, стропу, а может резать все, что угодно. То есть можно резать одежду. Если нужно перевязать раненого, нужно вспороть одежду. То очень легко этим инструментом вспороть одежду. Также можно резать обувь. То есть любые материалы плоские, круглые, которые входят сюда по размеру. Ну и пальцы я не рекомендую туда совать, потому что я посмотрел это очень острый инструмент. Вот такой инструмент. То есть и как я сказал, он имеет свое собственное крепление и подвешивается отдельно на систему моли, то есть либо на бронежилет, либо на разгрузочную систему, потому что он не должен находиться в подсумке, которой нужно растянуть, из которого нужно достать, а это инструмент, который должен быстро быть применен, то есть он просто выдергивается и тут же используется. Вот такая его особенность, и поэтому он имеет собственное крепление, хоть и входит в комплект индивидуального инструмента военнослужащих. Вот такой комплект Гербер я показал. Под видео я помещу его название, его обозначение, номер обозначения по той классификации, как он изготавливается и обеспечивается на нас военнослужащих. Вот такой комплект. То есть я еще раз повторяю, что входит в индивидуальный комплект инструментов военнослужащих. Это стропорез, это мультитул Гербер, это комплект инструментов для обслуживания индивидуального оружия стрелкового и фонарь, который имеет как особенность светофильтры красный и зеленый, ну и также белый цвет. То есть вот такой индивидуальный набор, который полагается каждому военнослужащему армии США. Рассматриваем индивидуальный набор инструментов военных американцев, то есть это тот набор Гербер, который я показывал. Сейчас я его взвешу. единственное, что хочу сказать, что фонарь без батареек, то есть вот 663 грамма весит полный набор инструментов с фонарем, но единственное, что фонарь без батареек, то есть до 700 грамм не больше будет весить весь этот набор и с батарейками. то, что я хотел вам показать. Подписывайтесь на мой канал, я буду показывать новые обзоры и сейчас у меня в общем-то есть что показать. На этом сегодня все. Пока-пока. .